Ученые озвучили результаты последних исследований. Жертвами COVID-19 часто становятся здоровые и молодые люди. Вирусологи работают в круглосуточном режиме, пытаясь получить информацию о новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей пневмонию COVID-19. Первоначальная версия о том, что уханьский грипп угрожает лишь пожилым и людям с сопутствующими хроническими заболеваниями, уже рассыпалась под данными статистики. Выяснилось, что смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 12 лет раньше, чем если бы это произошло по естественным причинам. К таким выводам пришли ученые Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга. Специалисты проанализировали имеющиеся данные и результаты обследований жертв коронавируса. Жизнь заразившихся мужчин сократилась по усредненным показателям на 13 лет. Женщины погибают от вируса в среднем на 11 лет раньше ожидаемой продолжительности жизни. Поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса, заявил профессор университета Глазго Дэвид Макалистер. Ученые констатировали, что в результате быстрой мутации новая коронавирусная инфекция получила способность убивать не только пациентов из группы риска, но и здоровых молодых людей. По последним данным Университета Джона Хопкина, коронавирусом заражены уже более 2 миллионов 700 тысяч человек в мире. Жертвами инфекции стали 190-890 человек. Самая сложная ситуация в США, Испании, Италии и Франции. В нашей стране на сегодняшний день число зараженных составило 68-622 человека. COVID-19 унес жизни 615 россиян. В Москве побит печальный рекорд по количеству жертв коронавируса за сутки. Сергей Собянин высказался о распространении инфекции. Власти в Китае остановили смертность и заявили об излечении 93% зараженных.